Золотая долина Этот подход к приготовлению лепешки Значит Я сейчас возьму Ну, как вы понимаете Жидкость какую-то Я в качестве жидкости Беру кефир Тесто такое, получается, более нежное Более того, тесто эластичнее всегда Вылью весь Сегодня будем пировать Понятное дело, соль Должна быть растворена в кефире Причем надо с солью быть Вот здесь поагрессивнее Это такая лепешка, которая съедается на свежем воздухе И она К закуске идет Да, понимаете, поэтому с солью Можно быть на грани фола Я сейчас перемешаю Опять же Для нежности немного растительного масла Все лепешки, в общем-то, многие лепешки Какие-то они пресные А что мне мешает добавить сюда специи Прямо в тесто Я сейчас возьму смесь специй Которая называется фахита Мексиканская Она даст характер тесту Тесто сразу будет с характером Не надо будет на него потом ничего Наклеивать, посыпать готовую лепешку Все будет уже в самом флаконе Лепешка будет пресная То есть здесь не будет никакого яйца Ничего Ну, разве что я сбалансирую соль Небольшим количеством сахара Все, и теперь я спокойненько Буду сюда вмешивать муку Чтобы получить тесто Консистенции такой Чтобы я это тесто мог раскатать Раскатать скалкой И, сами понимаете, в лепешку Я сегодня расшибусь в лепешку Но я эту лепешку такую сделаю Вот это еще тесто, как вы понимаете Весьма жидкое А теперь Доработаю его до нужной консистенции Я сейчас проверю, как у меня Температура гриля У меня сегодня Weber Американский гриль Который выпускается с 1952 года Он всегда имеет шарообразную форму Это очень важно для сохранения тепла И для его отражения Он покрыт очень прочной Фарфоровой эмалью Которая обжигается при высочайшей температуре И они, по сути, сплавляются с металлической основой С металлом, из которого сделано все это И очень хорошо отражает тепло И никакая коррозия Никакие, так сказать, метаморфозы Не страшны вообще конструкции этого гриля Мне сейчас важно проверить температуру Здесь температура сейчас 200 градусов Он у меня заведен И я сейчас разогрею одну вещь Я буду печь лепешки на сковородке Без всякого масла, без ничего На сухую Я закрою крышку, чтобы сковородка разогревалась эффективнее И я возвращаюсь к тесту Тесто еще не готово Еще немного муки И сейчас уже, наверное, я, так сказать, пущу в ход руки Сейчас я буду уже домешивать его руками Сейчас я чуть-чуть еще его помну в миске А потом уже буду мять на доске Всегда кайфово поработать с тестом Прямо вот у травы, у березки Вот это моя любимая березка Вот тесто Лепешка свежеиспеченная, друзья Всегда круче, чем лепешка покупная Вот тесто уже эластичное, хорошее И теперь я могу сделать лепешки Я сейчас условно его разделю на несколько кусков Одинаковых Ну, как глазомер мой подскажет Я думаю, что на три куска Может быть, на чуть больше, чем на три Да, вот с таким еще остаточком И сейчас я раскатаю тесто У меня есть скалка И сейчас попробуем печь первую лепешку Потому что сковородка уже неплохо нагрета И сейчас я начну уже более интенсивно раскатывать тесто Вот так от середины уже прокатывать Вот тесто эластичное Но скалка его хорошо вытягивает Видны такие вкрапления Аккуратненькие специи Вот это будет не лепешка, а счастье Ну что ж Я думаю, что можно начинать Я вот так вот кладу Лепеху На сковородку Чуть-чуть не попал, но в принципе Хорошо И накрываю крышку Тем временем Начинается процесс выпечки Я сейчас сделаю вторую лепешку Мне очень хочется сделать две лепешки Так что пока все это будет идти Вы отдохните Я вернусь к вам через несколько минут Это Лазерсон гриль Я сегодня готовлю гриль-салат с лепешкой Одна лепешка у меня готова Я все-таки хотел бы показать, как печется вторая лепешка Точно такая же Сейчас я ее дораскатаю Вот лепеха есть Сейчас я вот так ее на руку И сейчас мы посмотрим на процесс выпечки лепешки Как она интересно на первом этапе раздувается Сейчас процесс заведется И мы это увидим А я тем временем Вот эту лепешку накрою пищевой пленкой Чтобы она не высыхала Вот так пока Потому что лепешка тонкая Она быстро высыхает Сейчас посмотрим на лепешку Как она печется Вот смотрите Видите, как она Как ее раздуло Вот это Вот она какая Шикарная лепеха Сейчас я чуть-чуть опять прикрываю Пахнет очень здорово Такая лепеха И я сейчас вторую лепешку Накрою первой И вместе мы закроем все это Пищевой пленкой опять Ну вот Надо контролировать время ее Нахождения в сковородке Вот она готова Вот посмотрите Какая лепеха Вот теперь Я сейчас Эти две лепешки Накрою пищевой пленкой Чтобы они не высыхали И еще немного Фольгой Ну а теперь Лепешечный процесс закончен Я сейчас Сниму сковородку И возвращается решетка Есть Теперь Оставшиеся компоненты Для салата Вы не знаете какие они Но знаю это я У меня есть сладкий перец Мытый Я его сейчас вот так вот Нарежу Чтобы обуглить Я его сейчас просто сожгу Со стороны кожи Чтобы снять ее И перец приобретает Такой очень Специфический Грильный аромат Перец целиком Засовывать нельзя Потому что Тогда он будет жариться Очень неэффективно Половинками Четвертинками Гораздо лучше Контакт кожи Лучше с Грилем Это есть Теперь Я поработаю С красным луком Я его тоже Сейчас хочу На гриле Подпечь Я сейчас возьму Вот так вот Шпажку Луковицу Сколю Чтобы она не Разделялась На Кольца Палочка Если перегорит То все равно Внутри Скрепляющая часть Палочки останется И у меня Луковица Хорошо поджарится Это будет Грильный лук Но я немного Сейчас его Сдобрю Растительным маслом Чтобы он лучше Прижарился Вот так И пошла Луковица На решетку Гриля Лук был Теперь Ананас Друзья В этом салате Есть ананас Он здесь Очень интересную роль Играет Такую кисловато-сладкую Но он здесь Просто хорош Просто хорош Ананас Я сейчас его Вот так вот Раздену И он тоже Будет обжарен На гриле Ну потому что Салат называется Как вы понимаете Гриль салат Именно потому что Все компоненты Жарятся на гриле Даже лепешка Была приготовлена В гриле Чуть-чуть Присыплю сахарком Чтобы Карамелизация Пошла лучше И теперь Тоже ананас Отправится В гриль Вот ананас Вот ананас Уходит на Прямой контакт С углем Сладкий перец Красный лук И ананас Двери закрываются И мы переходим Уже к главному Белковому компоненту Это будет курица Куриное филе Друзья Потому что Это уже Компонент Определяющий Что наверное Это гриль салат Из курицы Все таки Я видите Поначалу Поработал С овощами Чтобы уже потом На этой же доске Работать с курицей А не наоборот Хотя с другой стороны Овощи все равно Жарятся Курица Курица Для эффективной Жарки на гриле Может быть разделена Вот так вот Разрезана Как бы вдоль Доски Чтобы филе Стало тоньше Вот так Это маленькое филе Одно И соответственно Вот другая часть Я ее подрезаю Параллельно доске И раскрываю Вот так Получается Что филе Стало тоньше Соответственно Оно будет Гораздо Меньше Жариться Я его сейчас Поглажу Растительным маслом Я его могу Чуточку Присолить Вот так И могу посыпать Смесью Мексиканских Специй Которые У меня Есть Вот это Будет Белковая Часть Салата И разумеется Все это Тоже пойдет На решетку Гриля И вот Куриная Все компоненты Получается Так что У меня Одновременно Сейчас Находятся В гриле Теперь Можно Перчатки Снять Я сейчас Подготовлю Другую доску Чтобы на ней Нарезать Уже Готовые Продукты Не сырые Потому что Здесь были Сырые Продукты Я сейчас Нарежу Немного Халапеньо Ну какой Мексиканский Салат Без Перца Халапеньо Перец Халапеньо Я нарублю Я его Свалю Сейчас В миску В ту Где уже Будет Смешиваться Салат Это Халапеньо Разумеется Кинза Какой Такого Мексиканского Типа Салат Может быть Без Кинзы Это Уже Некая База Ну и Сразу Чтобы не Забыть Налью Сюда Немного Оливкового Масла Не Майонез У нас Сегодня Будет Как вы Понимаете В салате Грильном А Оливковое Масло Могу Сразу Все Это Присолить И Добавлю Я сюда Еще Немного Порошка Сухого Чеснока Для Так сказать Более Выраженного Вкуса Пока Это Полежит И Вот Я буду Теперь Сюда Сбрасывать Все Оставшиеся Компоненты По Мере Их Готовности Открываю Гриль Я думаю Что Луковица Готова У меня Посмотрите Как она Хорошо Прижарена Курочка Вот Какие На ней Уже Следы Решетки Ну Ананас Я тоже Уже Могу Вот Так Вот Вынуть Вот И Гриль Закрывается Значит Лук Он был Прямо В коже В чешуе Вот Та часть Палочки Которая Оставалась Внутри И Сейчас Я этот Лук Вот Так Вот Грубо Брутально Нарублю И он Отправляется Как вы Понимаете Вот В эту Самую Миску Так Ананас Я обрежу Я буду Обходить Центральную Часть Потому Что Она жесткая И ее Есть Не Принято Вот Такие Грубые Куски Чтобы Было Видно Что Это За Продукт Это Салат Такой Грильный Брутальный Такой Знаете Ли Мощный Чтобы Все Хорошо Читалось Вот Так Гриллированный Ананас Уже Совсем Неплохо Здесь Все Это Уже Можно Есть Как Салат Но Здесь Еще Не Хватает С Таким Двух Компонентов Я Сейчас Буду Их По Мере Готовности Добавлять Посмотрим На На Сладкий Перец Вот Это Куриное Филе Которое Маленькое Тоненькое Кусочек Уже Определенно Готово Очень Важно Продукты Не Пережаривать Чтобы Они Оставались Сочными Курица Хороша Но Еще Ей Рано Вот Этот Маленький Перчик Я Пока Тоже Могу Уже Очищать Вот Выглянуло Солнышко И Как Это Стало Приятнее Вот Она Курочка Тоже Грубо Нарезаю Перчик Я Обугленную Часть Вот Так Вот Очищаю Если Где-то Кожица Не Снимается Ничего Страшного В этом Нет И Тоже Посмотрите Вот Такие Грубые Куски Перцев Сразу Заиграл Салат Потому Что Перец Красный Все Другие Цвета Такие Спокойные Сразу Появляется Хорошая Интересная Нота В Салате Я Опять Обращаюсь Грилю Вот Еще Хороший Фрагмент Перца Сейчас Я Уже Закрывать Не Буду Я Буду Потихонечку Уже Из него Все Вынимать Вот Еще Перчик Сейчас Я Его Почищу Он Горячий Но Приходится Терпеть И Он Тоже Отправляется В Миску В Виде Грубых Брутальных Кусков Вот Завершающий Перчик Уходит Салат И Остается Куриная Грудка Которая Сейчас В самый раз Готова Куриная Грудка Она Не Пережарена Вот Она Отличная Все Гриль Собственно Справился С задачей Я Закрываю Вот Она Курочка Этот Салат Как вы Понимаете Можно Есть Теплым Можно Есть Холодным Кому Как Нравится Вот Получается Такой Весьма Цветастый Хороший Салат С пятнышками Красного Лука Вот Я Сейчас Все Перемешал Ну Вот Теперь Попробуем Это Подать Я Сейчас Возьму Вот Такую Корзинку Вырежу Круг Из Пергамента Как Делают Всякие Снежинки Вот Так Теперь Я Сложу Вот Так Теперь Я Сейчас Ножом Срежу Лишнее Теперь Разверну У меня Получается Круг Я Сейчас Его Вот Так Вот Скомкаю И Положу Внутрь Корзины Чтобы Изолировать Корзину От Продуктов Чистой Бумагой Возьму Одну Лепеху И Утоплю Ее Тоже Такой Сделаю Корзинкой Ну И Соответственно Как Вы Понимаете Пойдет Уже Сюда Салатиться Это Подача Конечно Допустим Саму Лепешку При такой Подаче Есть Неудобно Это Некая Общая Подача А уже Вот Эту Лепешку Допустим Да Которая У меня Есть Еще Может быть Были бы Лепешки Я бы Я бы Чуть Чуть Задимку Задимку Тебе Лепешку Тебе Лепешки Тебе Редактор субтитров А.Семкин